Дорогие друзья! Сегодня мы и выясним, какая же тормозная система проявит себя лучше на скользкой дороге. У нас есть два автомобиля, один с другой без АБС. Это без происшествий. Мы начинаем. Итак, вкратце об условиях сегодняшнего конкурса. У нас есть прямая. По этой прямой мы будем разгоняться со среднегородской скоростью. Вы видите колодец. Это наша отметка. После этого колодца мы резко нажимаем на тормоза и смотрим, чей тормозной путь будет длиннее. Итак, начну первый. Я на этой ласточке. Нет никаких систем стабилизации. Нет АБС. Ох, что и будет непонятно. Каким образом без АБС лучше всего тормозить на скользкой дороге? На скользкой дороге необходимо тормозить такими поступательными движениями ног, чтобы не допускать блокировки колес. С богом, друзья. Камеры установлены. Поехали. Лишь бы не влететь в сугроб. Или в забор. Или в кого еще. Так, Серег, отойди, пожалуйста, на безопасное расстояние, ладно? Прошу пристегнуться. Забор будет очень близко. Ух, сейчас будем тормозить. Вижу колодец. Нажимаю на тормоз. Вы видели? Вы видели? Идем смотреть тормозной путь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать шагов. Начинает колоться. Вставляет наш тормозной путь. Это без АБС. Проверили. Едем далее. Второй участник наших сегодняшних соревнований – автомобиль с АБС и с маячками. Желаю удачи. Спасибо. Поехали. Разгоняемся до среднегородской скорости. И тормози. Педаль отскакивает постоянно, поэтому юзом машина не идет. Но намного она управляемее. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, с половиной, тринадцать с половиной шагов. Тормозной путь, очевидно, немного длиннее, Сергей. Каким образом вы тормозили здесь? С АБС по-другому тормозить не получается, как просто давить на педаль тормоза. Однако просто в момент торможения машина не теряет управления, как это может быть при торможении без АБС, когда машина уходит в юз. Ну а теперь предлагаем еще раз взглянуть на разницу в длине тормозного пути двух разных систем торможения. Ну что, мы все. Время для итога. Как мы поняли, значит, автомобили, которые оборудованы АБС, имеют более длинный тормозной путь. Однако в момент торможения вы имеете возможность полностью контролировать движение транспортного средства. Как мы видели, машины без АБС, если допустить блокировку колес, автомобиль может уйти в юз. Там уже очень тяжело будет выровнять автомобиль, поэтому он не настолько безопасен. Но самое главное, как мы выяснили, то, что тормозной путь зависит от скорости транспортного средства. Тем меньше скорость, тем меньше тормозной путь. И скорость необходимо выбирать, исходя из дорожных и метеорологических условий, а также из вашего опыта. Друзья, самое главное, что сегодня вновь без происшествий. Не повторяйте такие эксперименты никогда. Меня зовут Андрей Анфилатов, Сергей Суровцев. Увидимся на Первом городском канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова